Сегодня мы работаем с джинсовой тканью. Она универсальна. И стильная кепка, и практичная сумка, и удобная обувь – всё в наших руках. Используем очень простые приёмы и обычные подручные материалы, а результат удивительный. С вами сегодня Татьяна Лазарева. Здравствуйте, дорогие зрители! Наша жизнь полна забот и повседневной суеты. И иногда в быстрой смене ритмов очень трудно украсить свою жизнь, свой дом каким-то ярким событием. Я предлагаю удивить себя и удивиться, превратив обычную джинсовую ткань в нечто очень интересное и необыкновенное. Иногда хорошая погода в доме зависит, как ни странно, от бесшумной обуви. Некоторых очень раздражает шаркающая походка. Мы сделаем очень интересные домашние тапочки из карманов старых джинсов. Каким образом? Вы можете вырезать из штанины удобные карманы нужной вам формы и просто посмотреть, сколько вам нужно объёма для того, чтобы нога чувствовала себя комфортно. То есть нужно будет просто, учитывая подъём вашей ноги, войти в карман и зафиксировать нужный вам объём. Следующий момент. Вы просто наращиваете ещё одним кусочком джинсовой ткани длину вашего будущего тапочка. То есть фиксируете рядом с поясом ещё небольшой текстильный джинсовый элемент. Дело за малым. Вам просто нужно будет вашу заготовку по периметру обойти обычной косой беечкой из той же джинсовой ткани. А потом примерить пока ещё полуфабрикат – джинсовый тапочек. Наш текстильный полуфабрикат мы обязательно должны уплотнить, сделав подошву. Это могут быть старые тапочки или вот я взяла резиновую подошву старых вьетнамок. Можно взять войлочную подошву и соединить обычным клеем. Это может быть или какой-то универсальный вариант клея, или специальный обувной. Смазав подошву, вы просто фиксируете вашу текстильную заготовку и получаете достаточно практичный вариант очень быстрой пятиминутной обуви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА